Ваше Высокопреосвященство, досточтимые отцы, братья и сестры, всех Вас сердечно поздравляю с Пятницей Светлой Седмицей, с Днем Живоносного Источника. По обыкновению это тот день, когда Патриарх приезжает в свою обитель для того, чтобы вместе с братьями прославить воскресшего Спасителя. И как посещение Троицы Сергиевой Лавры в первую седмицу Великого Поста, так и посещение на Светлой Седмице является для меня событием большой важности. Приближаясь к стенам Лавры, входя в Святые Врата, чувствуешь великую силу духовную, которая источается от мощей преподобного Сергия, которая истощается от молитв многих и многих поколений иноков. Это источение молитвы, источение благодати не пресекается, несмотря на время и пространство. Вот почему каждый человек, который приходит в Лавру, чувствует присутствие здесь особой благодати. Я радуюсь тому, что за последние годы тщанием Попечительского Совета, владыки-наместника, многих благодетелей Лавра преобразилась, являя не столько даже свою первозданную красоту, сколько ту красоту, которой никогда не было в истории. И вот когда сегодня утром я готовился к богослужению, то невольно стал думать о Лавре, о всем том, что произошло в этом святом месте в связи с 700-летием со дня рождения преподобного Сергия, а затем открыл Евангелие сегодняшнего дня и прочитал историю о том, как Господь в Первую Пасху после своего, после начала своего общественного служения, посетив храм, изгнал торгующих из храма, Иерусалимского храма, и не только торгующих, овец, телец, козлов, которые находились в храме и которых продавали для жертвоприношения. Храм был просто рынком. И взяв бичеву, Господь стал изгонять людей, торгующих, меняющих деньги, обменники были. Золото менялось на какую-то другую денежную единицу. Изгнал всех этих людей, сказав, что дом мой, дом молитвенно речется. И вот возникло какое-то соединение этих мыслей, касающихся нашей работы над благоустройством храмов, монастырей и этим фактом изгнания нечестия из древнего Иерусалимского храма. И по всей вероятности в основе одного и другого лежит восприятие того великого закона, который Бог положил в основу бытия всего космоса. Господу было угодно, чтобы все мироздание основывалось на законе гармонии. Гармония – это сочетание. Это сочетание даже разнородных элементов в некое единое целое, которое внесет в себе подлинную красоту, божественную красоту. Если гармония нарушается, то значит, зло побеждает добро. Вот почему замечательный наш писатель Федор Михайлович Достоевский и сказал, что красота спасет мир, имея в виду не ту или иную красоту, не красоту только человеческих лиц или одежд, как иногда это современные люди трактуют. Он имел в виду тот божественный закон гармонии, который спасает мир потому, что является неким видимым эталон божественной красоты. И где, как ни в храме должна являться эта красота, где, как ни в храме, все должно быть гармонично. И если мы видим храмы изуродованные либо безбожием, либо человеческой глупостью, то, как ранятся наши сердца, мы понимаем, что в храме не может не быть красоты. И потому забота о внешней красоте храмов и монастырей, она проистекает не от какого-то эстетства человеческого, лишенного духовных оснований, она проистекает от востребованности созерцать явление божественной красоты, проявление этого всемирного закона гармонии. Но закон этот является не только во внешней красоте храмов, но ведь самым великим украшением храма являются не стены, даже расписанные гениально, и не иконостасы, блистающие своей красотой. Самым главным украшением храмов является народ, молящаяся община. И вот когда молящаяся община начинает действовать вопреки закона гармонии, внося в богослужение и вообще в атмосферу храма недопустимые вещи, как то постоянные разговоры, невежливые отношения друг к другу, когда иногда в тесноте мы вдруг начинаем бороться за свое физическое пространство, толкая стоящих рядом, вот тогда это является также нарушением божественного закона гармонии, некой хулой на Бога. Вот почему святой Василий Великий так и говорит, что дом молитвы нельзя превращать вместо длительных бесед. А ведь иногда так и бывает, и не только в храме, где стоит народ, но и в алтаре, где священнослужители замолкают песнопения, начинают читать чтец псалмы, и тут же возникают разговоры, особенно под большие праздники, когда собираются люди, давно друг друга не знавшие, не видевшие, знавшие, но не видевшие. И вот эти разговоры разрушают гармонию того, что есть храм Божий. И все это уподобляется в каком-то смысле тому, что происходило в Иерусалимском храме. Там тоже эти животные несчастные, эти звенящие монеты разрушали гармонию храма, и потому Господь изгоняет торгующих из храма, и сделал он это дважды, и в первое, и в последнее свое пришествие в Иерусалим. Потому что действительно не мог мириться Сын Божий с тем, что храм место поклонения Богу несет на себе печать человеческого беспорядка и человеческого безобразия. Вот почему всякий раз, когда мы входим в храм, мы должны ясно сознавать, что мы входим в Дом Божий, в котором все должно быть прекрасно. Если внешне нету красоты, то и духовенство, и миряне должны подумать о том, что сделать для того, чтобы отреставрировать храм, вернуть ему красоту. Так как подумали об этом монашествующие обители сей, зденачальствующие, члены попечительского совета, вернув дивную красоту сей святой обители. И в каком-то смысле огромные реставрационные работы, которые прошли в связи с юбилеем преподобного Сергия, являются примером для всей нашей церкви и для всей нашей страны. Но дай Бог также, чтобы и человеческий фактор, присущий как мирянам, так и духовенству, не разрушал дивной гармонии Дома Божьего, чтобы все работало на возвышению человеческой души. Потому что храм – это то место, где мы реально соприкасаемся с божественной благодатью. И все то, что идет в разрез с Богом, с Его законами, является грехом против Господа и против Его заповедей. И да поможет нам Господь вернуть красоту порушенных храмов по всему лицу земли нашей и построить новые, столь необходимые сегодня храмы, дабы они были воплощением гармонии и красоты. Но самое главное, пусть поможет нам Господь каждому, входящему в храм Божий, сознавая величие и святость места, не разрушать божественного замысла о гармоничном устроении мира и особенно о гармоничном устроении мест молитвы своими пустыми словами, своим неподобающим поведением и даже своими злыми мыслями. В храме нельзя ни о ком плохо мыслить. В храме мы должны изгонять из сознания нашего всякое зло, чтобы предстоять пред Господом в простоте сердечной и готовности принять Его божественную благодать. всех вас сердечно поздравляю с Пятницей Светлой Седмицы и пусть благословение Божие покров причистой Царицы Небесной пребывает над всей нашей великой Свято-Троицы Сергиевой Лаврой, над всей Церковью нашей и над нашим народом. Аминь. Указ к празднику Святой Пасхи 2015 года Троицкий и Успенский соборы Свято-Троицы Сергиевой Лавры удостаиваются право совершения в них Божественной Литургии с отверстыми царскими вратами по Отче наш. Аксиос! Указ к празднику Святой Пасхи 2015 года Храму Покрова Пресвятой Богородицы Примосковской Духовной Академии присваивается право совершения Божественной Литургии с отверсткими царскими вратами по Отче наш при служении преподавателей в священном сане Аксиос! Аксиос! Субтитры создавал DimaTorzok